С такими потоками государства Центральной и Восточной Европы не справляются. Кое-где, в той же Словении, дело доходит до закрытия границ. И ситуация там накаляется день ото дня. С места событий репортаж Евгения Лямина. Это огромная надпись на здании бара по ту сторону шлагбаума. Ад читается словно намек. Впереди тоже ничего хорошего. До Австрии всего пару шагов в буквальном смысле. Но граница на замке уже несколько дней. Семья Арзу из Ирака вот так на асфальте ждет вторые сутки. Вернуться в палатку в лагерь для беженцев значит пропустить те несколько минут, когда приоткроют границу. Мы здесь одну ночь, но в лагере провели два дня и две ночи. Не было еды и воды. Там мы сидели на полу. Было сыро. Недовольство и напряжение нарастает. Беженцы находят выход. Подняться на пригорок и просто обойти контрольно-пропускной пункт. Сначала одна семья, следом другая. Если я буду ждать там, значит еще минимум три дня я не смогу никуда уехать. В Австрию по шпалам границу по железнодорожным путям переходят свободно. На им след смотрят славянские военные, для которых главная задача не пустить беженцев обратно в Словению. В Австрии армейские подразделения внизу на дороге. На тех, кто идет по шпалам, словно закрывают глаза. Безусловно, о пересечении границы знают. Здесь постоянно баражирует вертолет. Но остановить этот поток беженцев кажется уже невозможно. Начнешь и вспыхнет. На пропускном пункте люди тоже решают ики на пролом. Один, второй и вот уже толпа поднимается с ног. Военным и полицейским приходится отступить и уступить. Медленно. Никто не собирается вас останавливать. Не толкаетесь. Идите по левую сторону. Границу приоткрыли минут на пять. Те, у кого дети, стараются идти в конце. Впереди давка слишком опасна. Первое, что бросается в глаза среди беженцев, большинство мужчин. Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия. Одни с семьями бегут от войны, другие в поисках лучшей жизни. После перехода границы люди снова в растерянности. Что делать дальше? Мы собираемся в Германию, чтобы найти безопасное место. Потому что в моей стране, в Ираке, этого нет. Если бы я там чувствовал себя в безопасности, я бы сюда не поехал. Знаете, каждый хочет жить в своем доме. Для того, чтобы попасть в Германию, необходимо добраться до Вены, где формируются железнодорожные составы. Но до австрийской столицы. От этого участка границы 240 километров. Самим без денег добраться невозможно. До ближайшего лагеря беженцев, где можно переночевать, поесть 18 километров. Мне нужна машина. Я никуда не дойду. У меня нет обуви. Спустя несколько минут беженцев догоняет броневик. Если вы хотите ехать на автобусе, идите назад. Возвращайтесь. Конечно, идти назад в Словению и снова ждать никто не желает. Те, кто с маленькими детьми через 100-200 метров понимают, далеко не уйдешь. Такси стоит 100 евро. За одного человека. У меня четверо детей. У моего друга трое. Все маленькие. Все устали. Где автобус? Нет автобуса. Когда они отправлялись в Европу, были уверены, именно здесь жизнь наладится. Но с пересечением все новые и новые границы, с каждым переездом из одного лагеря в другой, все больше понимают. Их совсем не ждут. А если их ждут, то только так. Армейские подразделения, полиция – это охрана лагеря для беженцев в небольшом городке Добово, близ границы с Хорватией. Близко никого не подпускают. Полностью периметр оцеплен. А с недавних пор здесь дежурит постоянно и пожарная машина, после того, как беженцы подожгли ночью палатки. В сам лагерь не дают войти даже волонтерам. Хлеб передают через забор. На улицах усиленные патрули. Жители некогда тихого славянского городка относятся к такому переполоху спокойно, прекрасно понимая, что для них все это временно. В такую погоду они без теплой одежды, без возможности помыться, и спят они не как люди. У нас-то с ними проблем нет, а у них проблемы. Проблемы демократии, которую подарили им в Ираке, Ливии, Сирии. В итоге у них все разрушено. А ради чего? Кому это все нужно? Могли бы оставить их в покое и жили бы они как жили. Вместо этого мы несем им демократию. Какую еще демократию? Вот эту демократию. У этой демократии выбор небольшой – спать в палатке на улице или, если повезет, на полу в помещении. Единственная надежда, что смогут устроиться в Германии. Правда, с вступлением в силу нового немецкого миграционного закона и эту надежду у них, кажется, отнимают. Кого-то депортируют, социальными выплатами тоже будут проблемы. Но даже несмотря на все это, они готовы терпеть и идти дальше. Дороги обратной нет, а там вдруг повезет. Евгений Лямин, Виктор Швагерус, Наталья Литовко и Сергей Романов. Первый канал.